Продолжаем проходить Mass Effect. В предыдущей серии мы закончили свою миссию в Невермайере, где нас заставили силой принять очень неприятное решение, выбрать между Кайденом и Эшли. Мы выбрали Эшли, и Кайден погиб, защищая бомбу, которую он взорвал вместе с собой, так что выбора у нас особого не было, что конечно же очень печально. И теперь остается только финальная сюжетная миссия из тех, которые идут до, так сказать, финишной прямой, на которой нам нужно спасти Лиару Тессони, что я мог сделать еще в начале игры, но решил оставить на потом, потому что почему бы и нет. И сейчас кажется я выбрал именно нужную планету, где нужно найти Лиару и вытащить ее из той задницы, в которой она оказалась. Причем мы снова оказываемся в очень длинной кишке, по которой она придется долго и долго тянуться и тащиться. Ну в общем разработчики знают толк созданий кишков этих бессмысленных. Капитан, тут какие-то странные сигналы. Очень странные. Никогда не видел ничего похожего. Вроде бы они исходят из подземного комплекса в нескольких километрах от точки высадки. А я вообще-то не видел ничего подобного, что Джокер с нами говорил, пока мы находимся на планете. Кроме случаев, когда мы выходим за пределы доступной зоны. Кстати, видите вот этот вот интересный кисель оранжевый? Вы думаете, это просто невинная водичка? Ну и прокатишься, и все, что там. Она даже не похожа на настоящую лаву, правда? Ну что только прикоснуться к ней хоть капельку, и мы тут же... Нас обдает с горячим киселем, и наша камера, главное, вращается вместе с нами, с нашей... Ну в общем, вместе с нашей башней, короче говоря. Ну и вообще-то выглядит весьма тупо, конечно. Что этот дурацкий кисель типа убивает нас. Но так оно и есть, как ни странно. Я правда могу использовать свои двигатели, чтобы облететь все это место. Но с другой стороны это будет слишком уж просто, поэтому давайте уж покатимся по-честному. Тем более тут враги нас будут ждать. Это тем более одна из наших последних покатушек на маку в этой игре. Так что, естественно, я хочу постараться выжать из нее все, что можно. Тут вот труб каких-то понапроводили. И что им мешало их трубы, эти трубы тоже внутри горда породы запечатать, раз уж они все остальное прячут там где-то. Вообщем, какой-то странный бессмысленный декор. Здесь же все-таки высокая температура, очень даже. Так что, по идее, не стоило бы рисковать ценным оборудованием и все, так сказать, выставлять наружу. Но это, конечно, ни о чем. Опа! Винестантный дредноут гетов, который вместо того, чтобы взять и, не знаю, напасть на нас как-нибудь. Ну серьезно, если бы он просто упал на нас сверху всей своей массы, он бы нас раздавил нахрен. Зачем он каждый раз пытается высаживать какой-то идиотский десант бесполезный? Два сраных танчика. Ну что это такое, блин? Это типа серьезные силы и что-то. Нужно бояться, не знаю, блин. Идиотизм, в общем, какой-то. Бац, и все, сразу же минус двое. Ну, понятное дело, что разработчики не стали сильно париться с логикой. Но, к сожалению, они даже и ошибок этих не учитывают, и во второй и третьей части тоже будет полно таких моментов. Глуповатых и неправильных. Если одни из них геймплейные, то, к сожалению, сюжетно тоже нас придется. Нас будут мучить, короче говоря, время от времени. То сложные выборами, то еще какую-нибудь хренью. И это говорит Кроган, что ли? Серьезно? За счет того, что нужно не лезть в пасть. Тем более, в пасть кому? Здесь всего лишь табачка сраных турелей. Три штучки. Я и то большее количество уничтожал уже одновременно. Например, когда были на астероиде Х-57. Так что ничего плохого в том, чтобы уничтожить это все сразу. Ну, короче говоря, лишний опыт там не помешает. Тем более, что проходы-то этот вот маленький фиг заметишь на самом-то деле. Пока не догадаешься в него случайно заткнуться. Ну, в смысле, тыкнуться. Что это за конструкции вообще металлические? Такой хрена не нужны здесь. Какой смысл в них? Черт его знает. Называется по-новихали, чтобы пало, чтобы просто был декор и все. Хотя, конечно, после Вермайра это место кажется, ну, очень унылым. И убогим, и скучным. Там-то была такая красивая буйная растительность. Такие тропики прекрасненькие. А тут какая-то фигня. И геты, 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 которых можно потолкать. Потому что, естественно, они не знают о том, что властелин просто их использует. А на самом деле они для него просто настоящее оскорбление. Или вроде того. Хрусть. Бедняги наивные. Они-то считают, что они чего-то стоят. Но, увы. Так, можно не забывать про суперскорость, естественно. Тут можно вообще бросить машину и бегать пешком весь путь. Но, естественно, это будет слишком просто. И чего здесь один спрятался? От всех подальше, блин. Мы могли вообще просто поехать и его не заметить. Разве геты не должны преследовать цель, остановить нас? Потому что мы мешаем планам их хозяина. Ну, черт их знает. Да, можно зачем-то открыть ворота, хотя мы так уже их объехали. Нафига вообще нужны ворота, если есть объезд? Причем объезд, который, очевидно, был сделан давно, по-моему. И, кстати говоря, я смог купить еще один элитный набор спектра оружия. Все четыре единицы. И частично вооружил Рекса и Гаруса. Идеальными образцами оружия, которое есть в игре. Так что теперь они станут еще более смертоносными, опасными, крутыми и так далее. Хотя, кого я обманываю, Гарус все равно будет дохнуть при близком контакте. А Рекс будет тупить и стрелять не тем оружием, на котором он специализируется. Хе-хе. Ну, просто, к сожалению, раз уж разработчики допустили такую оплошность, что теперь поделать? Зато, как видите, меня теперь выстрелом в упор уже не пробьешь. Из ракеты. Хотя раньше, если мне не изменяет память, меня вообще убивало из такого выстрела. Вроде как. Сейчас я взял себе отличную броню, которая, кстати, такая же, как у Гаруса по расцветке. Нам бы, по идее, всем облачиться в одну и то же, чтобы смотрелись, так сказать, красивше. Ну да ладно. Хотя моя красная броня была покрасивее, но тут ничего не поделаешь. Нам нужна большая эффективность и я выбрал броню, у которой гораздо большее количество щитов. Так что будет легче выживать с ней. На какой хрен нужны вообще все эти помещения? Фиг поймешь. Не люблю просто совершенно бессмысленные локации. В том плане, что это слишком уж как-то банально, что ли, казуально. Хочется какой-то смысл иметь. Даже играя в тупой шутер, я все равно хочу иметь смысл стрелять по тем, по кому я стреляю. А не стрелять тупо, потому что это можно. Ну, отчасти. Понятное дело, что есть такие игры, в которых шутерная составляющая сделана, опять же, чисто ради прикола и какой-нибудь там стёба, чёрного юмора и так далее. Например, в постол. Стреляешь просто себе по мирным прохожим и всё, потому что ты можешь это делать. Надевать кожух на глушитель, в качестве глушителя их использовать, надевать их на оружие и так далее. Просто потому что можно. Но там же, опять же, это не подаётся всерьёз. Это же просто развлекаловка. Хотя, с другой стороны, все игры развлекаловки по факту. Это просто я один. Ну ладно, не один, конечно, но просто я пытаюсь из них почему-то вытягивать то, чего в них нету. Какую-то особую скрытую составляющую, блин. Да. Или мне просто нечего уже особо сказать, потому что мы, в принципе, столько времени играем в эту игру. Естественно, у меня тоже небесконечные возможности для размышлений, так сказать. Да, тем более, во время летсплея, только ты не сообразишь, о чём поговорить ещё. Так что прошу прощения, если мои реплики окажутся вам время от времени слишком тупыми, банальными и неинтересными. Я стараюсь как могу. Но всё-таки моя главная цель это играть. Играть стараться так, чтобы это было максимально эффективно. А разговоры могут и подождать. Так, сейчас мы наедем. Хрусть! Эм, мы наехали или нет? По-моему, нет. Ну да ладно. Нужно, конечно, противников тоже не недооценивать. Даже солдатики всё равно нас потихонечку догложат наши щиты. Не говоря аж про всякие колосы и прочую хримотень. Но всё равно кататься по ним это милое дело. Очень нравится. Хрусть, хрусть, хрусть. Один под колёсами, второй под колёсами. Тем более, что от Рэгдолла они так весело отлетают в разные стороны. Просто кайф по ним стрелять. Правда, я догадаю, иногда они тохнут автоматически, если их пульнёшь куда-нибудь. Фиг пойми от чего. Но всё-таки колоса подбивать своими колёсиками, это просто лучшее, что можно сделать с ними в этой игре. Хрусть, и колос так весело покатился, плавненько, мягонько, так как будто это вовсе не тяжеленная машинища синтетическая. И стоит потихонечку себе, ждёт, пока я его добью. Кстати, лучший способ получить дополнительный опыт, это вылезти из машины и добить его вручную. Тогда мы получаем гораздо больше опыта, чем если мы уничтожаем противника на Маку. По идее, так можно делать со всеми врагами вообще, но я только сейчас об этом узнал, в общем-то. Так что и фиг с ним. До 60-го уровня я всё равно не дойду по честным путём. Придётся тебе немножечко опыта добавить в конце игры, чтобы быть в максимальном уровне и не переигрывать. Да. Ну-ка, это мы прошли только одну кишку начальную, там дальше ещё кишка есть, так что успеем помучиться. И на кой хрен только Лиара вообще заехала в эту жопу. Кстати, да, надо починить колёсико. Благо, что у Нигеля у меня 700 единиц, аж я его абсолютно зря копил, лучше бы тратился. Причём вещи, кстати говоря, тоже дорожают, инфляция какая-то безумная вообще. Если сначала я покупал элитный набор спектра довольно-таки по дешёвке, то сейчас он там стоит по миллиону за каждое оружие. Ну, благо, что я тоже деньги уже миллионами сгребаю, так что для меня это небольшая проблема была. Правда, второй раз мне уже, наверное, не хватит на все образцы оружия, если они снова появятся. Куда собрался? Пшшшш. Хе-хе-хе. Ой. Занимаемся тут фигнёй. Нам, пониматели, нужно мир спасать от женица, а мы тут катаемся по геттикам, потому что мы можем. Это же клёво, в конце концов. Хотя лаву могли бы покрасивее нарисовать. Что это за кисель в самом деле? Причём апельсиновый, судя по всему. Даже не красный какой-нибудь там, не горающий, пылающий, а просто апельсиновый сок разлитый здесь. Выглядит довольно аппетитно, так хочется туда ещё раз нырнуть, но, к сожалению, нельзя. Ну-ка. Это мы пока ещё чуть дошли до конца одной зоны. Дальше, скорее всего, будет загрузка и следующая кишка. Но всё-таки, лучше понаслаждаться, пока можем. По крайней мере, это гораздо веселее, чем просто тупо исследовать планеты эти унылые. Здесь всё-таки кишка с заранее заложенными противниками и так далее гораздо легче. Вернее, гораздо веселее, короче говоря. Ну, вы поняли. Так. Ну-ка, иди сюда. Правда, нужно использовать лучше прицел. Так, гораздо легче под себя прицелиться. Можно вообще буквально под себя же и пальнуть, повредив свою машину. Не стоит, правда, этого делать. Всё-таки, если уж так хочется, бац, и посносил себе щиты зачем-то. Здрасте. Нафига не строят эти ерши всякие укрепления и прочее, если всё равно это бесполезно. Вы же, блин, тупо сноситесь. Ну-ка, смогу ли я скинуть его в лаву? Хрязь? Нет, не смог, к сожалению. Блин. Да, вот и конец кишки. Это была одна из последних кишок в этой игре. И всё, это довольно весело. Стоп. Ага, дальше уже проехать нельзя. Но мы, правда, можем при желании, потому что у нас есть... Вот... Ам, стоп. Оно у нас есть или нет? Ах, да, забыл. Потому что у нас есть вот это. Хе-хе. Ааа, чёрт, здесь невидимая стенка. Спасибо, разработчики, за такие идеальные решения. Я, правда, без читов мог перепрыгнуть здесь, по идее, наверное. Но нет, разработчики поставили невидимую стенку, и всё. И беги теперь пешком, блин. Как будто это что-то меняет. Интересно, где-то здесь просто до низкого уровня, или я такой прокачанный, что так легко их убиваю? Ну да, не важно. Как было сказано раньше, эти убийства не более чем фикция. Кстати, надо не забывать восстанавливать щит время от времени, потому что он у меня очень сильный, и, в конце концов... Очень даже выгодно... ...использовать умение восстановления, теперь, когда он такой прокачанный. И просто так меня уже даже выстрелом в упор не стесёшь из тяжёлой базуки. При этом противников базуки есть, а у меня почему-то нету. Несправедливо. Ну вот и всё, ожидачённое сопротивление гетов, которые определённо заняли место. Как обычно, рассосавшись по всему периметру на какой-то хрен... ...это планеты. Типа, вау, мы такие крутые спецназовцы. Естественно, нас ждут всякие ассасины, которые прыгают прямо перед нами и ползают перед нами. Нах... Кстати, тоже более серьёзно, конечно, если это колос. Хотя нет, это всего лишь шагающий танк, как обычно. Чёрт. Ауч. Но, к сожалению, нет. Их крутая пушка всё ещё меня дезинтегрирует буквально моментально. Да, довольно печально, я бы сказал даже. Несмотря на всю мою прокачку, я всё равно сношусь очень даже легко. Сношусь. Странную фразу, конечно, выбрал. Но да всё-таки. Ладно. Ну да ладно, попытаемся ещё раз. И ещё раз, если понадобится. Всё равно у нас есть время. Благо, что нас никто не торопит. Хотя народу здесь, конечно, куча. Больше, чем было на Вермайере, блин. Хотя да, в принципе, к этому оружию можно вернуться, если заранее посмотреть, как оно заряжается. Тем более, что оно медленное всё равно. Ну вы поняли, всё как обычно упирается в то, что я тупо медленно реагирую и слишком много болтаю во время игры. И тем не менее, это всё равно было как-то слабо. Могли хотя бы колоса высадить, что ли. Это было бы веселее, чем пуляться с этими дурацкими танчиками. Причём он такой мелкий, в косце не даже... Он был гораздо больше, между прочим. Он был размером с колоса, тут вообще крошечный какой-то стал. Блин, странно это всё, короче говоря. Ну, наконец-то, последняя шахта во всей игре. Правда, она более прокачанная, чем те, что мы видели раньше. Так что теперь будет немножко повеселее. Ну и всё-таки. Тоже та же самая кишка, как видите. Как обычно, враги встают рядом с бочками, как специально. Это же так гениально тоже. Нет, я понимаю, что для зрелищности. Типа взорвал бочку и замочил его. Всё так красиво, со спецэффектами, брызжущими во все стороны и так далее. Но, блин. Сделали бочки бы тогда уж по-нормальными. С нормальным взрывом. Я так понимаю, была шутка или вроде того. Мы с тобой в одной броне, товарищ. И это не зря. Пусть чём на будущее. Хотя у Когана самая лучшая броня, конечно. Самая красивая такая. Блестящая, сверкающая, сияющая, светящаяся. Эх. Да, сразу видно, где элитное оружие, а где обычное дерьмовенькое. По цвету уже видно и по дизайну. Самое лучшее оружие, самое крутое. Хотя это всё равно банально немножко. И на кой хрен вы ставите лампы даже в таких местах? Кто сюда вообще захотит этот дурацкий угол? Гениально, блин. Да, и помните, я ещё и говорил... Бильная чистота. Пока узнали долг в уюте. Интересно, сколько они платили своим уборщикам? Я бы здесь поработал. Правда, я не уверен, что именно они построили всю вот эту вот хренотень типичную, похожую на человеческую технологию. Стандартную, которую я ещё в Doom 3 видел. Типичная шахта с типичными лифтами, типичными железяками. Ну, вы поняли. Я говорил про то, что... Ах да, насчёт Лиары. Кстати, это единственный лифт в игре, который выходит из строя, представляете, да? Все остальные доезжают спокойно себе до конца. Да, я говорил про то, что я решил отложить Лиару на потом. Вон она, кстати, её отсюда видно. Потому что у неё будет уникальный, какой-то интересный диалог, если мы пойдём к ней в самом конце. Ну, посмотрит, так ли это или нет. Я подумаю над этим. Чёрт, если бы. Ну да, это потому, что она слишком долго здесь находилась и очень устала. Поэтому теперь мы окажемся ей иллюзиями. Если бы мы пришли сразу, у неё был бы более адекватный диалог. Ну, не сказал бы, что это шибко забавно, но да ладно. Я настоящая, и выпущу вас отсюда. Вы не похожи на галлюцинацию, иначе не стали бы уверять меня в своей реальности. Или стали бы, не знаю. У меня редко бывают галлюцинации. Меня зовут Шепард. Я из спецкорпуса тактической разведки. Спектр? Ха, это хорошо. Кто ещё может привидеться перед смертью? Образ защитника. Да, великолепно, очень утешает. Что ж, я подыграю. Как видите, я попала в ловушку. Если вы правда настоящие, найдите способ меня освободить. Как вы там оказались? Ах, да. Флот моего воображения хочет, чтобы я вновь прокрутила в голове свои действия. Вдруг я пойму, в чём ошиблась. Я обследовала руины. Когда показались гетто, я забежала сюда и включила защиту. Барьер мог меня защитить. Но когда я его включала, я, наверное, сделала что-то не так. В результате я попала в ловушку. Вы должны меня вытащить. Пожалуйста. Мы придумаем, как вам помочь. Конечно. Что толку в галлюцинации, если она не даёт надежды? Слушайте, если вы мне не мерещитесь, придумайте, как обойти барьер. Найдите способ справиться с геттами. Потом подойдите к панели управления и освободите меня. Если вы не настоящие, оставьте меня в покое. Мне надоело говорить с самой собой. Но нет, я ошибался. Это действительно довольно забавный разговор. Гораздо лучше, чем та банальщина, которая звучит, когда мы пришли сюда... Если бы мы пришли сюда в обычное время, а не в самый поздний вариант. Ладно. Это был хороший диалог, и я рад, что я записал его. Ауч. Хотя, конечно, Ляры теперь, естественно, уже не встретится со своей умершей матерью. И не сможет сказать ей последние слова. Но что поделать. Приходится чем-то жертвовать всё время. Хотя, к сожалению, даже самые сильные щиты всё равно быстро вырубаются. Это печальненько. Это кто там у нас обостреливает, а собака? Жаль, что я не такой снайпер. И почему-то у меня нету лазерного прицела. По которому можно легко ориентироваться. О, даже тут спрятали, однако, они штички. Пусть они даже бесполезны в самом конце игры. Хотя ладно. Найдём, куда их запихать. Тем более, чтобы их товарищи апгрейды стоят не во всём оружии. Да и у меня тоже. Ага, ещё одна стандартная... Ну ладно, не стандартная, конечно, мини-игра по факту. Уникальная в отчасти. Но всё-таки... Хоть она и повторяется весьма редко, это не значит, что ошибка интересная. Так. Главное, конечно, запоминать последовательность и сосредоточиться на этом, а не на болтовне. Правда, в этот раз мне повезло. Раз, два, три. Так сразу легко, однако. Есть. Неплохо, конечно, что не такие установки оставляют просто без присмотра, чтобы всё можно было взорвать и разнести к чертям собачьим. В том числе, устроить землетрясение какое-нибудь. Мда уж. Всё, эта технология слишком уж похожа на человеческие. Они такие уж и не протеанские. Хотя, впрочем, кого она волнует. Ну-ка. Интересно, есть ли ещё уникальные идеологии? Давай, сохраняйся, ёлки-иголки. Эх. Для этого нужно стоять, видимо, на ровной поверхности, которая не подходит к описанию как лифт. У меня галлюцинации. Мерещится, будто сюда пришли люди. Мне становится хуже. Сначала казалось, что я слышу гром. Мы прорвались с помощью горного лазера. Вы прорвались? Так вы что, настоящие? Святая богиня, вы настоящие! Я... Простите, я думала, что схожу с ума, и у меня галлюцинации. Прошу вас, освободите меня, пока не появились геты. Ну да, этот диалог того стоил, конечно. Всё равно забавно. Есть идеи, как нам отсюда выбраться? В центре башни есть лифт. По крайней мере, я думаю, что это лифт. На нём мы сможем подняться. Идёмте. Я... Я всё ещё не могу поверить. Зачем я нужна была гетам? Думаете, это как-то связано с Бенезией? Саран ищет канал. Вы специалист по Портеану. Очевидно, он хочет, чтобы вы помогли ему в поисках. Канал? Но я не знаю. Что за чёрт? Руины вот-вот обвалятся. Лазер, видимо, спровоцировал сейсмическую волну. Надо было копать лопатами, что поделать. Надо спешить. Тут всё рушится. Джокер, поднимайте Нормандию и отслеживайте мой сигнал. Мигом! Как вы вообще по земле можете его достигнуть? Расчётное время прибытия 8 минут. Если я тут сдохну, ему не шить. Забавная шутка. Ух ты, у нас где-то нестандартная поза во время поднятия по лифту. Мы не стоим друг за дружкой. Верти, наоборот, мы стоим друг за дружкой сейчас. Это забавно. А это наёмник или из пробирки тоже? Как с Вермайра. Чёрт его знает. К чему такая сцена вообще? Спасибо, что отрубили энергетический барьер. Давайте сюда доктора. Нет, нет, я с ними не пойду. Ну уж нет. Она остаётся с нами. Не вариант. Сарен потребовал её. А его требования нужно выполнять. Прикончите их. А Саре постарайтесь не трогать. Если помрёт, Варен с ней. Это было легко. И тут бац, и всё отключилось. Как по обманению, у вас были палочки. Халява, блин, конечно. Это типа напряжённый экшен. Спасёмся же мы или нет? Неизвестно. Быстро, быстро, быстро! Кто камеру держит, блин? Но спаслись все. Это было, конечно, напряжённо. Такой серьёзный момент. Взлук все сдохнут. Хотя, конечно, как будто бы так могло быть. Грёбаный штуцер. Ты заслужил право на пару плоских шуток. Понимаю. Каков же ваш возраст? Не люблю об этом говорить, но мне всего 106 лет. Чёрт! Вот бы мне так выглядеть ваши годы! Для таких недолговечных видов, как ваш, 100 лет может казаться долгим сроком, но по меркам Азари я считаюсь едва вышедшей из поры детства. Поэтому моим исследованиям и не уделяли достойного внимания. Другие учёные Азари обычно отметают мои теории из-за того, что я слишком молода. Ну, правильно. Разница в возрасте огромная между тем, сколько живут люди, сколько живут Азари, тем не менее, ошибки не совершают те же самые. Игнорируют молодых. Их уничтожили пожинатели, раса разумных машин. По-пожинатели? Но я никогда не слышала. Откуда вы это знаете? У вас есть доказательства? На Иден Прайм мы нашли повреждённый протеанский маяк. Он выжиг в моём мозгу видение. Я до сих пор пытаюсь разобраться, что оно значит. Не говоря уже о вашей маленькой стычке с пластилином. Её я назвала бы решающим доказательством. И ещё существует шифр. Я не знаю, что с вами сделала Таазари, но она точно что-то сделала. Властелин? Шифр? Протеанский маяк? Простите, всё это как-то неожиданно. Я... Мне нужна минута собраться с мыслями. Я почти всю свою взрослую жизнь провела, изучая исчезновение протеан. Десятки лет интенсивных академических и полевых исследований. И ради чего? Не думала, что всё может кончиться вот так. Вы появляетесь и говорите, что все ответы просто свалились на вас с неба. Это нечестно. Все эти годы зря. Как же жизненно, однако. Вы всё же можете помочь нам, Леара. Сарен ищет канал. Мы должны найти его первыми. Да, конечно, вы правы. Мы должны остановить Сарена. Капитан, я хотела бы кое-что попробовать, если вы не против. Вы сказали, что у вас было видение. Из-за маяка. Позвольте мне соединить свой разум с вашим. Возможно, мои знания о протеанах помогут прояснить смысл видения. Кстати, как мы вообще можем рассказывать про битву с Сареном, если бы даже не сказали, кто такой Сарен вообще? Откуда она знает-то? А, и ладно. Сделайте это. Быстро. У нас мало времени. Расслабьтесь, капитан. Обнимите вечность. Невероятно. Я... Я не думала, что образы могут быть такими яркими. Мне нужна минута, чтобы их осознать. Видение имело для вас какой-то смысл? Это сигнал бедствия. Его транслировали по всей протеанской империи. В нем говорится о вторжении пожинателей. Но предупреждение опоздало. А что же канал? Были и другие образы. Указания на места. Эти места мне знакомы по исследованиям. Ил. Канал находится на Иле. Ил? Впервые слышу. Неудивительно. Ил расположен в регионе, куда можно попасть только через мюритранслятор. Но его координаты утрачены тысячи лет назад. Где он, никто не знает. Если никто там не был, как вы могли узнать Ил в моих видениях? Там были объекты, которые я раньше видела на фотоснимках и в фильмах, которые находила. Я много знаю об Иле. Только не знаю, где он. У меня есть новые координаты мюритранслятора. Что? Но как? Неважно. Если вы приведете нас к мюритранслятору, я смогу указать векторы, по которым мы попадем на Ил. Ретранслятор находится в системах Термина. Там не слишком любят корабли Альянса. И Спектров тоже. Канал находится на Иле. Туда направляется Саран. Я планирую ждать его там, когда он появится. У Сарана будет целый флот на орбите вокруг Ила. Мы не сможем опуститься на поверхность без подкреплений. Вы должны предупредить совет. Он соберет флот, чтобы сопровождать вас. Вместе вы сможете. Вы... Ох... У меня вдруг сокружилась голова. Жрать нужно. И спать. Вы, Азаре Пославеичи, мой народ. Сходи-ка к доктору Корабельному. Думаю, это просто умственное истощение в сочетании с шоком от того, что я узнала о судьбе протеан. Капитан, мне нужно время, чтобы все это осознать. Хотя, медицинский осмотр мне не повредит. К тому же у меня будет возможность еще раз все обдумать. Мы с вами закончили, капитан? Мы поговорим после медосмотра. Все свободны. Сразу хоп, и все телепортировались куда-то. Разбежались по кораблю. Кстати, как, однако, разработчики так хитро посчитали количество кресел необходимых для нас? Вот, по идее, как раз все вмещаются. Шесть напарников. Ах, нет, стоп. Одно кресло лишнее получается. Ну, неважно. Я так понимаю, все пока что с основными заданиями. Но у нас еще есть кое-какие дела, пока нам... Которые нам придется... Так. Да. Сообщите совету об атаке Ростодель. Которые нам придется завершить заранее. Ну, короче говоря, сейчас, видимо, придется прерваться и в очередной раз отдохнуть. Что поделать. Пусть она будет золотая. Медалька-то. Вы уж не забудьте представить меня к награде за то, что ее уберег от огня вашу же жизнь. Если я представлю вас к награде, в конце концов вы окажетесь на сцене и будете два часа слушать, как политики толкают речи. Верно подмечено. Не бойся, эти зануды еще бриться заставят. А я, как последний пижон, семь недель эту красоту отращивал. Не, пусть от сосудов. Ну что, капитан, может, все-таки скажете, зачем пришли? Да просто так, как обычно. Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Благо, что его комментарии всегда обычно самые смешные. И он один из тех персонажей, которые не стесняются ругаться. Правда, не так злобно, как Харкин, но все-таки. Так, ну ладно. Я опять набрал гору снаряжения и всякого прочего барахла, и нам нужно будет время, чтобы поговорить с товарищами нашими. В том числе и новообретенные Лиары. Так что, небольшая передышка, и скоро продолжим. Сюжет уже близится к завершению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!